тогда начнем сегодняшнюю тему сегодняшняя тема хотела бы раскрыть тему свое бессилие через ненависть к другому знаете почему такая такая тема возникла ведь она происходит у нас на на каждом шагу многих но очень часто мы на нее не смотрим с этой грани разбираемся в другой грани и вот вспомните себя наверняка у вас ну как минимум раньше были такие люди которые вас раздражали причем камере в эфире слышно тоже да ну например на каком-нибудь мероприятии еще где-то ты смотришь там пришел или пришла там какая-нибудь там она очень красивая куда я полненько там еще что-то и и вот она и вся такая умная вокруг нее бьются люди все что-то там у него спрашивают или у него и тебя прямо это начинает аж тригерит раздражать это начинает выскочка какой-то там еще что-то было такое вот а теперь давайте и очень многие начинают говорить это тебя раздражает в нем то что есть в тебе или тебя раздражает в нем то что ты себе не можешь позволить и куча куча всего а давайте монет это тоже верно но давайте мы с вами посмотрим на это еще с другой грани еще знаете с какой грани что ты раздражаешься потому что он или она могут это сказать могут это сделать а ты бессилен и вот это твое бессилие проявляется как через ненависть к другому к нему к ней вот у меня тоже был такой недавно пример что меня пригласили на встречу и встреча такая там она проходила в определенном месте таком достаточно пафосном я туда пришла на эту встречу я пришла в джинсах в джинсах в кроксах сланца вот ну и причем лишь не знаю там кофта какая неважно а люди там сидели ну так вообще дорого-богато и я вижу там кто-то кто-то спокойно ну в общем по-разному и одна женщина она прям вот я что-то что-то меня спросят я говорю она прям вот ее прям вот триггерит она прям вот раздражается вот ей вот все не нравится что я говорю я понимаю что это дело не в том что я говорю если бы это говорил кто-то если те же слова говорил кто-то другой то она бы возможно даже их услышала бы и приняла бы но так как я ее триггерю за что-то и появился такой момент когда заняты были там кто-то чем-то я подсела мне потихонечку и говорю что тебя раздражает во мне в чем ты бессильна и она такая сразу же смысле я бессильна я грунт что я говорю такого что ты себе не смогла это позволить и от своего бессилия что ты это себе не дала ты злишься на меня ты меня ненавидишь и она как разрелелась и у нее вот это вот все пошло и она выплеснула и такое тоже может быть и это же знаете еще вот это бессилие она накапливается бессилие когда ты раздражаешься к другому по каким-то моментам другой тебя раздражает что ты себе не можешь позволить и когда накапливается вот это вот бессилие твое то ты начинаешь себя обесценивать когда ты начинаешь себя обесценивать все твои начинания проекты там еще что то они начинают просто ломаться ломаться тебе постоянно что-то не то что-то не так что-то не туда какой то я не такой какая то я не такая вот у тех получилось у меня нет это как раз из-за того что ты не не смогла отследить где ты позлился или позлилась на другого человека на того что тот себе мог это посмог это позволить а ты нет очень часто злость идет на богатых людей да мне вообще не нужны деньги но вот они такие вот они все никакие но опять же я вам скажу что можно отказаться только от того что у тебя есть невозможно отказаться от того чего нет когда ты говори когда мне говорят что мне и не нужны деньги ты не можешь так говорить у тебя их не было я не могу говорить что мне ну то есть конечно же можно это говорить но ты должен хотя бы понюхать то чего ты отказываешься не просто и в них в этом жить но хотя бы иметь представление своем мире того от чего ты отказываешься нельзя отказаться от того чего у тебя никогда не было и это тоже раздражает когда ты мне это не надо почему это раздражает потому что ты отказываешься от того чего у тебя не было от этого невозможно отказаться или ты начинаешь злиться от того что вот это вот бессилие копится от того что ты не воспринимаешь другого человека то есть смотрите например я с вами разговариваю и я вас веду своими речами в глубину своего видения в свой мир я вас отвожу в свой мир как я его вижу и когда вы идете в мой мир когда вы слышите меня вы уходите и через мой мир вы познаете свои миры они у вас у всех великолепные разные и вы тогда начинаете проявляться вы начинаете раскрываться вы начинаете опыляться через меня и у вас происходят процессы но как только вы смотрите на меня и говорите там о что там она не знаю там автономно так не выглядят она она в халате она старая она не такая не столько занимается спортом не такая у нее фигура не то это не то это и когда вы это говорите вы же говорите это через призму своего мира то есть вам мир продиктовал что вот те люди которые живут определенным образом жизни они должны выглядеть именно вот так раз вас в эти рамки и вы из этих рамок голову так высунулись о она или он там не соответствует и вы не слышите куда вас повел человек вы видите только вот тот вот ограничительный балласт ваш из-за которого вы не можете высунуть нос не можете посмотреть на это на все это не это это -